Если мы работаем в сфере недопущения пыток, то мы хотели бы провести мониторинг в местах несвободы не только таких, как туберкулезная больница или психиатрическая больница, что, конечно, тоже очень-очень важно, особенно психиатрическая больница. Но в СИЗО или УИН нас не пускают. Уполномоченный уже более года назад дал такие запросы, письма-запросы. Мы не получили отрицательный ответ, но мы не получили положительный ответ. Мы не получили никакого ответа. Повторюсь, что прошел уже год этого ожидания. Общество не знает, какая реальная ситуация в тюрьмах. Представители общественного совета не допускают провести там мониторинг. Даже и Калько говорил здесь, Катарабай, Михаил Иванович, о том, что я неоднократно отправлял запросы, чтобы организовать посещение и так далее, но до сих пор не получили ответа. Там часто меняются министры, организация-то остается. Я считаю, это не оправдание. Те же руководители силовых структур, они должны понять, что консилиум по причине пыток это общественная поддержка. Если критиковать, то критиковать не того, чтобы кого-то очернить, а критиковать для того, чтобы улучшить. Если бы работал консультивный совет по причине пыток на левом берегу Днестра, вот Дорошенко, если бы имела допуск, тогда она бы сказала достоверно. Говорит, я видела своими глазами, что-то неправда или это правда. Вот для чего нужен консультивный совет. Для того, чтобы показать реальные вещи. Я предложил, давайте Кишиню весь консультивный совет. Терраспийский консультивный совет. Давайте объединим этот консультивный совет. Бывший Мудсман был готов обеспечить в методических целях, чтобы показать, как мы проводим мониторинг, обеспечить доступ этих представителей гражданского общества Левого берега, чтобы они видели, чтобы они заходили в этих местах лишней свободы. Этого не было сделано. Террасполь ни да, ни нет, не сказал.